приветствую глубоко уважаемых зрителей на канале PopCon. И я приветствую Павла Морозова. Я его представлял уже в прошлой программе, но вот эта вот иллюзия, что все смотрят хронически и все все знают, хотя, наверное, это не иллюзия, может, так оно и есть, но я лучше еще раз представлю. Значит, Павел Морозов, это правозащитник, медиа-менеджер из Беларуси, давно уже из Беларуси. Вот, здесь вынужденно ее покинул и, собственно говоря, занимается медиа-менеджментом. Поскольку у тебя богатый опыт, поскольку ты это сделал до того, как сейчас свалило основное количество, очередная порция сваливающих, ты это сделал еще в 2006 году. Вот, и у тебя, естественно, опыт на 16 лет больше, чем у многих, да? Вот это вот привязка к языку. Но я обменяюсь по этому поводу, но отдельно скажу. Вот какие перспективы у русскоязычного всей его, вот всей этой истории в свободном мире, если не привязываться к русскоязычным всем, или привязываться, вот как это вообще работает к русскоязычным странам? Какие вообще перспективы? На русском, не на русском? Почему ты стал делать на русском языке? Ну, у нас еще более комплексно и сложно это все. Стал делать на русском, да. Потому что изначально всегда белорусский язык есть, и русский язык, и в то время, когда я там вот только вставал на путь, как говорится, медиа-менеджерства, шли прямо священные такие баталии на тему, что же важнее, только белорусский, или еще и русский, или без русского, или с русского. Ну, в общем, прямо копий ломалось очень много. Вот. Но оказалось, что они ломались вообще не на том уровне, потому что в принципе, в принципе, ну, как бы понятно, что глобальными языками ни русский, ни белорусский не являются. То есть, ну, это все-таки региональный, вот русский берем, да, региональный язык, да. А если мы говорим, там, допустим, про какой-то там мировой уровень, ну, изволь тогда какой-то продукт выдать на английском, или там испанском, допустим, или даже китайском, скажем, в наше новое время. Ну, народ побольше говорит на этих языках. На русском тоже привлечет, там, 300 миллионов. И в этом смысле ты со временем приходишь к выводу, что, ну, конечно, все мы пляшем от аудитории, там, и понятно, что как на этой самой вот войне сейчас в Украине, ну, вот люди убивают друг друга с огромным остервенением и с жертвами, кровью, и с тем, и с большего, с обоих сторон звучит одинаково. Это русская речь, русский мат, и как бы все это, как бы, перемешиваю. Как бы, ну, данность, ну, так вот мы, как бы, тут живем, соответственно. Я на каком-то этапе просто перестал на этом циклиться. Понятно. Ну, смотри, там, вообще, лучше войну не задевать, а то, что там люди одного вероисповедания, там, ну, и вообще лучше, это, конечно, тема для отдельного большого разговора, не к тому, что она не достоинна, а к тому, что... Ну, вот почему-таки ты стал работать на русском, что это какие-то культурные коды, или просто так совпало? Ну, из-за рациональных соображений, потому что, скажем, изначально мы наши видео, наши информационные продукты ориентировали на более широкую аудиторию, чем просто, там, Беларусь. То есть мы хотели, ну, как-то в региональном контексте работать. Значит, и Россия, и Украина, и Эстония, и Казахстан, и прочее. И понятно, что, учитывая, что у нас такое, как бы, достаточно небольшое медиа-производство, и не Аль-Джазир, и не Би-Би-Си, то есть языковая редакция, это как бы, ну, это фантастика начинается уже. А значит, хотя добросовестно, я помню, на каких-то первых наших еще сайтах, там вот еще, там, собственно, видео не было никаких, мы добросовестно пробовали ввести, там, даже вот на сайте, там, несколько языковых версий, там, типа, русский, английский, там, белорусский. Разговоры об АРУ-ТВ, да? Да, по-моему, даже на АРУ, или до АРУ, да, вот. Но это все, как бы, ну, это не рабочая схема, все равно ты должен выбирать наиболее массовый, значит, язык, и на нем, значит, заниматься. Если ты, твой продукт, собственно, нацелен только на людей, которые понимают русский, ну, прекрасно, тогда возьми русский. Если ты хочешь еще более широкую аудиторию, ну, возьми какой-то еще больший. Ну, это, наверное, зависит еще от тех тем, которые берешь. Ты берешь те темы, которые тебя волнуют, а тебя волнует тема, которая как-то волнует комьюнити, которая объясняется на русском языке. Да, 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 да. Ну, как думаешь, какие-то перспективы? Ну, сейчас много идет разговора, что вот там, значит, Россия, русский, слово ругательное, и там все это, как бы, ну, надо забыть, зачеркнуть, условно говоря, растоптать. Я всегда исхожу из того, ну, хорошо, но мы исходим же все-таки из объективной реальности. Вот люди, там, эти условные, там, сколько там, 10-10 миллионов человек в мире, ну, говорят они на русском, но они что, завтра не забудут, не вымрут все вместе. А, значит, конечно, в идеальном мире, может быть, что все они выучили, там, условно говоря, какой-нибудь английский или испанский, на нем заговорили, как и все остальные, но этого не бывает. Значит, все равно на русском они будут говорить. А, значит, отменить это все, как бы, нельзя. Можно только временно сделать это менее популярным. Ну, а все это циклично, поэтому на каком-то этапе там снова повернемся. Ну, тут два аспекта. Вообще, конечно, разговаривать на языке запретить невозможно, потому что люди о нем разговаривают и пойдет им запретить. Это один момент. Но другой момент, я, конечно, понимаю, почему сейчас возникает серьезный, может, контент весь, который идет из России, он токсичный, да? Потому что, ну, есть просто чистая пропаганда, а есть контент, который занимается информационным прикрытием. То есть, вроде как все такие независимые, такие все темы нейтральные, там, животрепещущая, социалка, то, что, пятое-десятое. Ну, там играют те же самые артисты, которые потом играют в пропагандистских фильмах. Там, грубо говоря, звучит та же самая музыка. То есть, она, с одной стороны, прикрывает, вроде как, все нормально, да? Ну, там какие-то отдельные издержки, как этот тассан, а с другой стороны, они являются как основой для, ну, основой для вранья, да? Ну, я считаю, это вот старая история, и на самом деле так всегда было. Естественно, ну, в этом смысле я все-таки ближе к той истине, что язык – это, так или иначе, такой свободный инструментарий. Ну, так же… Да вообще пофигу вообще, как говорится. Да, да. Вообще пофиг на каком языке, ты же мысли выражаешь. Просто так происходит, вот почему так вот происходит. Просто, ну, по простой причине, что там в Кремле решили, что это правильно, и так надо делать, и этим мы добиваемся какой-то результата. И инвестируем в это, деньги, 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 десятки лет деньги туда вкладываем, и никто больше этим не занимается, ну, в сопоставимых размерах. Ну, вот сейчас там война, опять же, снова мы ее чуть-чуть помянем, и там и украинцы, и, так говорится, условная НАТО тоже создает на русском языке альтернативные продукты и что-то пытаются запустить. Там эти люди, которые демократических взглядов тоже на русском языке создают какие-то продукты, пытаются запустить. Просто весь вопрос, что нет свободной конкуренции, ну, с другой стороны, не может быть. Это всегда, как бы, вопрос ресурсов. Ну, опять же, в неком идеальном мире, да, вот должно быть такое кино на русском, такое документальное кино на русском, такое недокументальное, не кино, там сериал, ла-ла-ла-ла, как оно будет на самом деле, поди знать. Вот, ну, в принципе, никакой беды нет. Опять же, по тому же кино, если все с удовольствием смотрят американские фильмы, и сдублированный, и корейский, и французский. В общем-то, это, конечно, ну, не имеет никакого значения, на каком языке это все делать. Имеет значение, когда это, вот возникает какой-то перегиб. Перегиб сейчас возник, мягко говоря, вот то, я сказал, что просто это начинает ассоциироваться с тем, что тебе втюхивает какой-то пропаганда. Да, и опять же, ну, идем к основам. Понятно, что, ну, там, слушать условного, там, пропагандиста этого из московской студии, ну, в основном для внутреннего потребления. Это, ну, кто-то из старшего поколения захочет и, там, в условной какой-нибудь, там, западной демократии послушать. Ну, и хорошо. Ну, слушает, ну, там, выключил-то и этого пропагандиста. Ну, влезли еще, там, 10 пропагандистов, то же самое будут рассказывать на других каналах. Я не считаю, что в современном мире это реально вообще как-то запретить или ограничить. Это все, ну, борьба с ветряными мильницами, по большому счету. Но что ты можешь сделать, вот, реально, и чем никто сейчас не занимается, что есть, вот, привлекательный продукт на русском языке, интертеймент, то есть фильм, там, я не знаю, что-нибудь еще, книжка, там, и прочее. И люди хотят просто ее почитать, потому что она им нравится. То есть она может быть пропагандистской, может, не пропагандистской, может, вообще, как бы, о другом. Нет, пропагандистской хороших книжек нет. Ну, фото не предвидится. Ну, да. Да, и в этом смысле, ну, мне кажется, в таком случае... Не считай того, что Достоевский, в общем-то, человек ненавистическую литературу. Он при этом, он при этом еще и прикалывался, его, понимаете, потому что там тварь, тварь, я дрожащий, или право имею. Ну, понятно, это чисто филитонный вопрос, потому что если ты себя оцениваешь, как тварь дрожащая, ты права не имеешь. Не имеешь, да. Но он сколько питерских этих самых товарищей живет по этому принципу. Да, да, да. Решать, что они твари, то это что... Они понимают, что они твари, но это и о конкретных питерских товарищах. Приписать, что я над вами мудаками издеваюсь. В общем, да, основной же все-таки посыл в том, что язык любой, это свободное поле творчества. Ты как бы создаешь мощный продукт, и все тянутся к тебе. Или ты там создаешь какой-нибудь пропагандистский продукт, ты надуваешь его с помощью пиара, денег, рекламы, и показываешь его мощный. Ну, срочно, он от этого мощный не становится. То есть, ну, смотрели, глянули и пошли дальше. Тогда уже, скорее, украинский язык. Тогда сейчас... Вообще, кто сказал, что русский язык русский, собственно, говорит? Да, да, это как бы классический имперский язык комбинирован. Конечно, потому что, ну, предположим, ну, есть Британия, да, а есть вот какой-то там служик, на котором говорят в Нигерии. Да. Но в Нигерии 100 миллионов человек, и это самое, и нефть есть. Да. Что исторический факт. И вот, предположим, Нигерия имеет техническую возможность напасть на Британию. Ну, слава богу, она это не имеет возможности, хотя кто знает. Вот. Так, ну, потому что относительно Украины, Россия и есть та самая Нигерия. Потому что в Киеве произошла российская... Возникла, собственно, не российская как-то, а, собственно, ну, возник русский язык. То есть, получается, что понынешний нам, как раз, русский язык, это украинский язык. Ну, да. Ну, я даже когда-то в юности этой всей исторической темой увлекался. И, в принципе, ну, понятно, что изначально был какой-то региональный язык, на котором все эти местные наши, и украинные, белорусские, там, российские, кто угодно, товарищи разговаривали. Вот. И, значит, ну, это было что-то такое, называется, там, каким-то... Английский язык. Потому что то, что в Нигерии говорят, это не совсем английский. Не совсем. И английский был другим. И это было другое. Ну, просто получается так, что как бы, ну, что белорусский, что украинский, это наиболее близкие языки к тому оригиналу, на котором там разговаривали. Ну, почему мы не пользуемся ими, а пользуемся российским? Потому что после этого еще была империя, поглощение, всякие как бы инвестиции, смеси, упрощение, как обычно, вот всех этих имперских делах. Ну, получился русский язык. Ну, разговариваем на нем. Но с одинаковым уважением относимся и к белорусскому, и к украинскому, и к любым другим языкам, которые нас окружают. Как нигерийцы мы с уважением относимся к английскому, и к российскому, и к американскому тоже. Ну, все-таки нафть нигерийский покруче был. Наш 100 миллионов и нефть есть. Да. Ну, да. Вот. Ну, была нефть. Было 100 миллионов. Сейчас поотъехал немного. Поотъехал чуть-чуть. А нефть уже, в общем, сами скоро будут ей пользоваться. Ну, не важно. Да. Вот. Ну, короче, в общем, тут вывод очень неслойный. Вообще пофиг, на каком языке, на том, который удобнее, и куда нацелен. Я считаю, что да, это как бы понятно, что всегда есть инерция языковая, есть привычка. Ну, и так должно быть. Но все равно и там куча людей в Соединенных Штатах или в Великобритании. Ну, вот они английскому говорят и говорят, им не надо больше ничего. Вот. Кто-то интересуется другими языками, учит там, допустим. Скоро там вполне можно допустить, что в США там испанский станет вторым государством. Ну, просто народу станет испанский. Штатки есть? Да. И, в общем, ну, это нормальная ситуация. Это как бы естественная конкуренция этих языковых зон. Вот тут мне всегда было жалко другое, что зачастую очень интересные, уникальные языки, там, допустим, народов Севера, они начинают исчезать, просто, ну, вымирают эти бедные народы и с ними уходят эти вот, а может, там что-то интересное, ценное было, неповторимое. Это же язык определяет образ мышления, по сути, образ мысли. Ну, да, вот Идиш поменялся на еврей, но если считать европейских евреев народами Севера, определенно европейские евреи не народы Юга, да? Это сто процентов. Да, вот Идиш вымирает. На нем, вообще-то, новийские книжки писались. Но, опять же, возвращаясь к какой-то политической составляющей, ну, учитывая талант менеджеров, которые работают сейчас с русским языком, они, конечно, могут довести ситуацию, что вся продукция будет восприниматься токсично. Да. Да, это возможно. Это возможно. Это возможно, потому что степень тупости и бездарности просто зашкаливает. Да. Вот, ну, мы что, мы тогда будем украинские? Да. Потому что, в принципе, если удастся вот этот проект в Украине, что перевести 40 миллионов, ну, это, конечно, тоже за два не делать, 40 миллионов на украинский язык, то, конечно, русский язык закончится, потому что вот эти 40 миллионов проживающих в Украине, это, в общем, значительная часть русскоязычного комьюнити. Ну, не закончится совсем, но такое давление на массу закончится в русском языке. Я считаю, что это во многом благодаря этим путинским авантюрам-то и происходит. Что лучше рекламы украинской мовы? Ну, конечно, вот это вся свинство, которое тут Путин развел в Украине. Конечно, ну, если раньше люди к этому как-то нейтрально относились, то сейчас это, ну, просто часть их идентичности против этой всей... Более того, это, получается, идентичность славян и всех людей других народов и вероисповеданий, которые как-то ассоциируют себя с славянским миром, потому что так, да, в общем-то, тем более, что язык красивый, не сильно сложно учиться, кроме проще может выучить украинский, чем вот это вот. Ну, в любом случае, это проект, я думаю, лет на 20, на 25. В ближайшее время все-таки русский будет актуально. Ну, а что мы с ним будем делать, ну, это вот уже нам с вами разбираться, но об этом будет не следующая передача, об этом вы узнаете в несколько следующих лет нашей с вами жизни. Точно. На практике. На практике, да. Вот. Ну, всего доброго. Да? Счастливо. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова